Красоту этого микрорайона мы можем увидеть только днём, поскольку в вечернее время суток он погружён во тьму. В такой поэтичной форме Иван Ситников говорит о довольно острой проблеме старой части города – освещении, точнее его отсутствии. В рамках проекта «Вам решать» планируют установить на территории первого квартала в границах окружающих его улиц Держинского-Репина-Ушакова 25 опор уличного освещения высотой 4 метра. Сейчас на безмалого 2,5 гектарах нет ни одной опоры. Это самый главный недостаток данного квартала. Я ещё удивляюсь, как жители и прохожие, которые здесь передвигаются, не переломали руки и ноги, потому что здесь очень сложный рельеф. Спуски, подъёмы, лестницы – вот очень опасно, особенно тогда, когда образуется наледь и когда на асфальте лежат мокрые листья. Второй проект заключается в том, чтобы расширить и отремонтировать проезды около дома 2А по улице Победы. Проект благоустройства разработан инициативной группой и депутатом ещё два года назад, утверждён и согласован со всеми инстанциями. Но пройти конкурсный отбор на областном уровне так и не смог. В этом доме 45 квартир. У каждого главы семейства есть автомобиль, может быть, даже не один. Поставить негде. Это беда для всего города, но здесь, в частности, острота наглядно видна. Поэтому само расширение и благоустройство территории, оно напрашивается. А данная территория вокруг этого дома не украшалась со времени постройки вот этого дома. Три зоны отдыха. Песочница и качелька для малышей, мафа и горка для ребят постарше, зоны с теннисным столом и воркаутом для подростков. Такой проект благоустройства дворовой территории в районе домов 33-35 по проспекту Ленина, 31 по улице Александровича предложила инициативная группа жителей. Сейчас территория выглядит пустой, безжизненной, и ребятам любого возраста здесь попросту нечем себя занять. Я хочу призвать жителей города Сарова голосовать за наш проект, потому что это очень важно для наших деток. Сейчас наше непростое время, чтобы они гуляли во дворе, чтобы они играли, развивались, общались, налаживали какие-то связи между собой. Ваш голос очень важен для нас. Благоустройство бульваров и дворов, ремонт и дорог, проездов тротуаров, спортивных площадок, устройство объектов наружного освещения. 16 проектов борются за победу в рамках губернаторского проекта «Вам решать». Голосование онлайн уже началось и продлится до 22 декабря. Оно проходит на сайте «Вам решать РФ». Те, кто продвинутые пользователи, конечно, это очень легко будет сделать. На страничке городского округа города Саров они смогут ознакомиться со всеми 16 проектами, которые там описаны и представлены, и далее перейти к голосованию. Необходимо отметить, что тоже, к сожалению, можно проголосовать только за один проект из 16. Может быть, мы хотели несколько проектов выбрать, но программа нам этого не позволяет сделать. Отдать свой голос можно и офлайн, позвонив по номеру 8 800 222 79 45 в рабочие дни с 9 до 18 часов. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.